Спасибо. Видите этот слайд? Сегодня я буду рассказывать самую худшую презентацию в своей жизни. Я никогда не делала таких отвратительных презентаций. И я считаю, что это единственное мероприятие, на котором я могу позволить себе такой ужас. Если какой-нибудь из моих студентов либо присутствует здесь, либо когда-либо спросит меня, что я сделала эту презентацию, я буду открещиваться и говорить, что это был мой дневник. Дневник, двойник, что я сказала. Да, и еще я волнуюсь. Я обычно не волнуюсь на конференциях. Я уже где-то штук на 50 выступила, а сейчас меня трясет. Можете мне похлопать, пожалуйста? Спасибо. Что я думаю о TED? Почему я согласилась и что я думаю о TED? Я вообще всегда думала, что TED — это такое место, куда люди приходят, чтобы поделиться своими проблемами публично, бесплатно, и не нужно платить психологам. Сейчас я расскажу про две самые большие проблемы в моей жизни. Самая большая выглядит примерно так. Меня зовут Аполлинария. То есть я переделываю примерно 99% документов, которые мне делают. У меня постоянно проблемы. А вот вторая проблема, мы о ней сегодня попробуем поговорить. Она называется так. Я Аполлинария, и я не хочу расти. Вот такой вот клуб анонимных любителей поделиться своими историями жизни. Я почти забыла, о чем я хотела говорить дальше, но сейчас попробуем проговорить. Первое. Начало. Вся наша жизнь. Вот нам сегодня замечательно рассказывали, начинается с самого детства. У меня была замечательная семья. Мои родители — философы. А я поступила в инженерный вуз. И теперь мои родители постоянно спрашивают меня, когда я получу нормальное образование, ну, философское. Я говорю, да-да, мама, аспирантуру-то опаду и так далее. И мы постоянно обсуждали всякие серьезные вопросы. Вот однажды, наверное, у меня было... Все эти дурацкие истории начинаются. Наверное, мне было года три. Ну, вот, наверное, мне было года три. И мы сидели, слушали травиату. Это опера такая. Родители у меня культурно образованные. И мы разговаривали о том, а что сейчас популярно в науке, какие, наверное, есть области такие. И к тому времени я подумала, наверное, я хочу быть ботаником. Ботаником не в смысле тем, который заучкой, а ботаником, который растения изучает. Потому что мне казалось, что это самая замечательная вещь на свете. Ну, потом как-то это все замялось. Я пошла в школу. И я думала, что до 11 класса школы в моей жизни все приопределено. Что все нормально, никто не будет меня трогать. И я просто буду сидеть, учиться, и потом решу. И к 7 годам, к 8 годам, к 9 годам я поняла, что моей мечтой является быть пенсионеркой. Быть бабушкой-пенсионеркой. Я хотела просто пропустить все это с учебой, с работой, с вузами. Я думала, я буду сидеть, вязать, шить, готовить еду, и ни о чем не беспокоиться. Но, к сожалению, жизнь такова, что нам приходится расти. Ну, вот все нам говорят, расти же нормально. Семечка растет, но она же не спрашивает, зачем. Вообще вселенная расширяется. Вот вселенная не спрашивает, а ты что, лох, что ли? Тоже придется развиваться. Тут наступил такой момент. Пора делать выбор, сказали мне, где-то издалека. В 7 классе, в 8 классе надо было выбирать предпрофиль. А мне к тому времени в школе вообще все получалось нормально. Ну, то есть по всем предметам все было хорошо. И надо было выбирать профиль. Я подумала, так, ну, языки получаются у меня хорошо. Ну, истории я, в принципе, неплохо разбираюсь. Пойду туда, где сложнее. Ну, на физмат, естественно. И выглядело это так. Никто не любит физику, а ты поступаешь на физмат. Вот так вот надо. И я думала, я буду идти по самому сложному пути, потому что это будет позволять мне развиваться. Я никогда не буду выбирать самое простое. И я этим принципом чуть ли не продолжаю пользоваться до сегодняшнего дня. Мне всегда было трудно, но я всегда думала, что это и есть рост. Это нормально, когда тебе тяжело. Потому что если тебе легко, то ты мало работаешь, то ты мало стараешься. И это почему-то делало меня не очень счастливой, но зато я получала моральное удовлетворение. Потом я поступила в лицей при политехе. Там вообще еще тяжелее было учиться. Но я-то чувствовала, я расту. Я развиваюсь. И наступил момент, пора делать выбор 2. Знаете, вот обычно вторая часть фильма не самая лучшая. Но вот здесь была та же самая история. Нужно было выбрать научную работу в школе. И там было несколько вариантов. И я долго разговаривала с родителями, что вот, всякие разные варианты есть. И в принципе я поняла, что я могу заниматься чем угодно из этого. И это был такой кризис избыточных возможностей впервые. И я подумала, вот есть вот это. Так, это очень популярно сейчас. Эта отрасль будет развиваться. А еще она сложная. Я выберу ее. И моя работа выглядела вот так. Та-дам! Вот эти черно-белые картинки, это частицы диоксида титана. Я пошла и начала заниматься адсорбцией низкомолекулярных паф на диоксиды титана для того, чтобы делать антибактериальные краски потом и так далее. И когда я закончила школу, мне нужно было выбрать вуз. Но дело в том, что после того, как я получила диплом, через 3 дня мне надо было улетать в Китай на месяц. Потому что моя сестра учила китайский, мама сказала, ну она же не может поехать одна, она маленькая. Поезжай с ней, тоже китайский поучишь. Я такая, ну ладно. И надо было куда-то поступать. И вообще у меня не было времени делать выборы. Я просто пошла и отдала документы на ту же кафедру, на которой делала свою научную работу в политехе. И меня спросили тогда, вы уверены, что вы сразу оригиналы хотите отдавать? Я сказала, у меня 287 баллов за ЕГЭ из 3-х, а вы меня реально не возьмете? Проходной был 165. На что мне сказали, а ну да, правда. Ну я в общем не стала задумываться и пошла. Мне казалось тогда, как тогда в начале школы, что моя жизнь предопределена. Вот я сейчас буду развиваться, это такая, ну наночастица. У меня кафедра была нанотехнологии, нанотехнологии. Это очень перспективно, об этом все говорили. Я думала, что ну вот все, теперь моя карьера будет развиваться классно, я получу кандидатскую, а потом я буду там великим ученым. Не то, чтобы я хотела какого-то успеха, я просто думала, что это правильно. Но, как науке говорится, фиг тебе. Так вот, вот этот вот фиг заключался в том, что моя научная руководительница работала со мной по принципу «пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что». И когда я к ней приходила, я говорю, а что мне сделано? Ну что-нибудь. И я чувствовала это торможение какое-то, но мне было очень страшно что-то менять. Потому что, во-первых, наверное, я мало работаю. Наверное, я мало стараюсь, поэтому все так плохо. Я старалась больше и больше и больше, как то, коняшка, знаете, из котного двора. Я рада, что меня не освеживали. И в определенный момент у меня появилась возможность все это дело сменить. Сменить научного руководителя и уйти в другую научную группу. Я не знаю, как вообще это получилось. Вот точно так же, как я не знаю, как получилось, что я поступила в политех. Точно так же я не знаю, как получилось так, что я ушла к этому научному руководителю. И вот мы сидим с этим научным руководителем, Сергеем Ивановичем, моим нынешним боссом. Это просто, наверное, лучший человек, вдохновляющий меня на земле. Ну, кроме моих родителей. Они вообще супер-пупер. Так вот, мы с ним сидим, он звонит моей старой научной руководительнице, чтобы, ну, обсудить с ней этот вопрос. Но она не знает, что я сижу рядом с ним. И он ее спрашивает, ну вот, тут вот девочка от вас пришла, там, и так далее. Ну, он-то ее тоже знал, как бы, и он меня понимал, принимал. И она, знаете, что про меня тогда сказала? Эти слова вот на всю жизнь врезались мне в память. Я до сих пор, когда я расстраиваюсь из-за того, что у меня что-то не получается, вспоминаю ее. Она вот так сказала. Она сказала, хорошая девочка, знаете, шуму много, а толку мало. А я ей поверила. Я поверила в то, что я плохая, что это моя проблема, что мне надо сконцентрироваться на чем-то одном, и что мне нельзя заниматься другими вещами. Но мы сейчас делаем лирическое отступление. Проблема была в том, что я уже начала другими вещами заниматься, их надо было закрывать. Сейчас я расскажу про отрезвление. Суть была такая. Так уж получилось, что на первом курсе вуза я решила запустить социальный проект. Выглядел он так. В общем, я живу в Просторном, здесь в поселке рядом. Там есть детская площадка. И в детской площадке нет света. И туда надо было провести как бы лэб, чтобы свет сделать. Но я-то знаю, что этот лэб не проведут там ближайшие 10 лет. Я позвонила в муниципалитет, сказали, не-не-не-не. Это мелочи какие-то. И я подумала, а вот будет отлично, если мы поставим ветряки, и эти ветряки будут вырабатывать электричество, освещая детскую площадку. Ну, кажется, немножко дико, но я же с инженерного вуза. Знаете, что я сделала? Я собрала команду из 16 человек. У меня была команда, у моих сокурсников, из 16 человек. Вы думаете, это все? Мы грант выиграли в Росмолодежи под это дело. И я такая, я, моя научка, которая, вот я там занимаюсь, у меня много-много работы. Грант из 16 человек. И остался год. И надо детскую площадку оборудовать. А я-то там серьезно сделала? Они 6 метров высотой должны были получиться. 4 штуки. И знаете что? А у нас получилось. Мы поставили 4 6-метровых ветряка. Мы собрали их с нулевой базы. Абсолютно из ничего. Мы копали мерзлую землю зимой. Мы ездили в Москву, представляли, там от Томской области. Мы зимой красили трубы, а потом мерзлую землю буром ручным приходилось бурить. Да, мы там всякие конкурсы. Ой, сейчас обратно. Конкурсы выигрывали. Вы думаете, все хорошо, да? Думаете, я вот это вам пришла рассказать? Вы запомнили? Тед, это про проблемы. Я не знаю, сегодня все так про успех рассказывали, а я тут сейчас про фейлы буду. Значит, я думала, у меня все отлично. Что я справляюсь с командой 16 человек. Я придумывала всякие классные схемы. То есть у нас был сайт, у нас была внутри система календарные планы, сетевые графики, смарт-целли, свот-анализ. Мы делали все по красоте. Вот, например, здесь мы будем обсуждать модели с 16 до 17, а с 17 до 20 до 18 до 20. Ну вот, отдельные группы соберутся вместе. Знаете, почему-то не работало. Знаете, я что думала? Я думала, что проблема не во мне. И не в том, как я управляю 16 людьми. Проблема в том, что они просто не хотят работать. Ну, просто, знаете, не тех людей я выбрала. И наступил такой момент уже ближе к концу проекта, когда от команды 16 человек осталось, наверное, где-то четверо. Но я все еще пыталась заставить всех остальных работать. Ну, в смысле заставить? Я давала им грамоты с конференций. У нас были деньги. У нас были все возможности. Я все хорошо пыталась организовать, но никто не работал. Ну, 16 человек, что происходит? И наступил такой момент, когда 26 декабря 2014 года я писала посты вот примерно такого порядка. А, обязательная встреча сегодня с вариантами ответа. Ты придешь? Да. И я не хочу зачет по этому предмету. Это похоже на выбор? Это похоже на нормальное управление командой? Ну, если кто-то скажет да, то, блин, да вы со мной, братан. И знаете, вот про отрезвление почему? Пройдем дальше. Отрезвление заключается в чем? Вот путем страданий и реальной боли, моих слез, нам удалось сделать этот проект. Со мной осталось совсем несколько человек и мои там знакомые, родственники, которые мне помогли. И когда мы все это установили, мы сделали огромную социальную инициативу. Я вот сейчас смотрю с высоты вот этого возраста и понимаю, что это было невероятно, что мы действительно смогли что-то сделать. А знаете, вот чем все закончилось? Это был не праздник, мы не радовались. Закончилось все вот этим, вот этим постом в нашей группе. Поставлено. Вот этот человек, это один из последних, кто со мной остался. Разве так должен заканчиваться хороший проект? И знаете, что со мной произошло? Что я думала? Я думала, не все хотят развиваться. Ко мне пришло отрезвление, когда я поняла, что не все хотят развиваться. Так, как хотим этого мы. И вот это очень важный момент. С тех пор, мы сейчас пойдем к тому, где я нахожусь сейчас. С тех пор в моей голове что-то изменилось. Изменилось отношение к людям. Вот авосы ныне там в моей жизни, мы сейчас посмотрим. Моя работа сейчас выглядит вот так. Тоже черно-белая картинка, вот тоже какие-то клетки там на поверхности титана. А еще у меня вот семь статей сейчас висит, которые я пишу. Социальный проект, еще я там лампы делаю и хочу вот салон красоты открыть. Вы думаете, что-то изменилось? Я так же распаляюсь. Вот шума много, не знаю, как насчет толка. Но изменилось важное. Я вот так же нахожусь вот на этих стульях на вершине. И все очень трудно. И я иногда там лежу в ванне, плачу, у меня ничего не получается. Но и когда студент, которым я работаю, на который я потратила 75 часов на обучение, работе на ужасно сложном оборудовании для электроспиннинга, просто сливается, уходит и бросает кучу немытой посуды в лаборатории, я говорю, ну, если ты не хочешь, ладно. Я стала иначе относиться к людям. И я считаю это огромным достижением. Но этого мало. Почему? Сейчас я нахожусь в ситуации, когда я понимаю, что я изменила свое отношение к людям, но не изменила отношение к себе. Я стала к ним менее требовательной, стала лучше к ним относиться, стала их понимать, но я не стала понимать себя. Я поняла, что вся моя жизнь — это попытка не упустить ни одной возможности. У меня появляется возможность сделать какой-то проект, у меня появляется возможность делать работу. Мне говорят, сделай это, сделай то. И я делаю. И вот сейчас я буду заканчивать магистратуру в этом году. И вот наступает кризис. И кризис заключается в этом. В моем окружении все хотят эмигрировать. Все хотят уехать из этой страны. Все хотят ее бросить. И все считают, что это вообще не классно здесь жить. Я езжу в Германию на 2-2,5 месяца каждый год, чтобы делать биологические эксперименты. Ну, то есть здесь я занимаюсь материаловедением, там я занимаюсь иммунологией для своих образцов, потому что импланты не должны торгаться организмом. Я много видела в жизни. Я успела слезать в Австралию, много куда, поработать с другими людьми. Не в обменной, а именно по работе. И все хотят эмигрировать. И за рубежом тоже меня профессора спрашивают, приезжай к нам. Компании говорят, приезжай к нам, давай. И мы сегодня говорили, многие, про вызовы, когда мы не знаем, что делать, когда у нас ничего не получается. А бывает другой вызов, когда вы понимаете, что у вас огромное количество возможностей, у вас все получается, но вы не можете ничего выбрать. Это то, с чем сталкивается ребенок. И я понимаю, что я развиваться и расти просто не хочу. И когда мне предложили выступить на этой конференции, я лежала в ванной и ревела, потому что я не знала, что делать. Потому что мне опять пришли письма с запросом CV в компанию Воник, где они предлагают мне стажировку в Тайване на 7 месяцев. И мне нужно было сейчас же, вот прямо вот в этот день, когда мне прислали, выбрать место для практики, для производственной. И есть отличная компания в Москве, которые предложили мне отлично оплачиваемую стажировку. И я понимаю, что мне не нужны эти деньги. Я хочу красить брови людям. И я поняла, спасибо, я поняла, что я большую часть своего обучения потратила на заполнение документов на конкурсы и конференции. И мне надоело. Дело не в том, что я хочу объяснить, что я такая классная. Я хочу объяснить, что я не упускала возможности, а то, что мне хотелось сделать, красить брови, красить, я не знаю, волосы, просто делать лампы. Я все время откладывала на потом, мне все время не хватало времени. И знаете, я лежала в ванной, мне пришло это сообщение, я задала себе вопрос, почему, если у меня все так хорошо, почему мне так тяжело? Почему мне стыдно за то, что мне хорошо? Почему я должна уезжать? И кому все это нужно? Кому нужен весь этот успех? Кому нужна реализация моих вот этих вот возможностей? И тут мы снова сделаем лирическое отступление. Я учу китайский язык. Знаете, для чего? Вы думаете, ну, китайский, это же сейчас популярно китайский, нужен для того, чтобы общаться с партнерами. Нет, просто люблю китайский язык. Мне все время говорят, ну, ты какая ушла-то, китайский пошла учить. Я им говорю, нет, ну, дело не про китайский. Дело будет про мою преподавательницу, Диала Уши. Я взяла Уши для закрепления одной грамматической конструкции, рассказала нам современную китайскую притчу. Вы будете любоваться картинкой, а я расскажу притчу. Кто не знает, сидят на берегу рыбак и бизнесмен. И бизнесмен спрашивает рыбака, рыбак, почему ты не плывешь ловить рыбу? И рыбак говорит, а зачем? Говорит, ну, ты пойдешь ловить рыбу, потом приедешь, продаешь ее на базаре, заработаешь деньги. И тогда ты сможешь починить свою лодку, и когда ты будешь в следующий раз выходить, ты будешь ловить больше рыбы. И рыбак спрашивает, а зачем? И тогда ему бизнесмен отвечает, ну, ты будешь ловить больше рыбы, продаешь ее на базаре, у тебя будут деньги, и ты сможешь нанять себе помощника. И рыбак спрашивает, ну, и зачем? А тогда бизнесмен ему говорит, тогда ты сможешь больше рыбы выловить, продать ее на базаре, заработать больше денег, и эти деньги ты сможешь отдавать рабочим, и не будешь работать сам. И рыбак спрашивает, а зачем? Ну, тогда ты будешь сидеть на берегу озера и любоваться закатом. А Рыбаков спрашивает, а чем я сейчас-то занимаюсь? Очень часто в своей жизни мы тратим время на получение тех вещей, которые у нас уже есть. И очень важно понять, а что у нас есть сейчас. Я понимаю ребят, понимаю моих знакомых, понимаю людей в моем окружении, которые хотят эмигрировать, хотят уехать, а никого не осуждают. Они хотят лучшей жизни, и это нормально, хотеть лучшей жизни. Но я здесь живу хорошо, у меня хорошая работа, у меня хорошая семья. Я хочу красить брови, я могу красить брови здесь. И это делает меня счастливой. Но это еще не конец. Нет, нет, нет. Конец здесь. Я ученый, я не могла провести вот этот слайд без итогов. Нам нужны итоги обязательно. Мы же должны как бы это сказать-то, подытожить то, что мы сделали. Сколько тавтологий, ужас просто. Первое. Не все хотят развиваться так, как хотим мы. И нужно уважать стремление и желание других людей, если вы работаете с ними. Второе. У всех есть выбор. Но это значит, что у меня этот выбор тоже есть. И третье. У всякого роста должен быть смысл. Не всякая возможность, даже самая хорошая. Даже если она действительно вам подходит, вам нужна. И нужно научиться понимать, насколько мне этот самый рост, насколько меня он порадует и удовлетворит. Следующее. Мы здесь собрались для того, чтобы определить ответ на вопрос, как мы все-таки должны расти. Первое. Мы не должны. Нам стоит расти. Мы никому ничего не должны. Если я не хочу развиваться, если я хочу деградировать, если я хочу, по вашему мнению, оставаться на дне общества и красить брови, это мое решение. Я буду красить брови, а вы идите и поезжайте за границу и живите у себя в Германии. Я буду за вас так рада. Расти нужно для себя и над собой. Это глупо и просто. Но Дейл Карнеги в своей книжке, которую тоже все считают глупой, «Как перестать беспокоиться, начать жить». У меня был такой ужасный кризис, что я даже начала читать эту книгу. Потому что все говорили, что это просто позор. Ну вот что, как 90. А я ее прочитала. И там книжка начиналась с того, что в этой книге не будет ничего нового. Я ничего нового вам не расскажу. Вы все это прекрасно знаете. Просто вам нужно это прочитать. Точно так же я сюда пришла не для того, чтобы рассказать вам что-то новое. Просто для того, чтобы напомнить вам, что когда нам не хочется расти, это вовсе не значит, что мы плохие. Это вовсе значит, что вот этот рост, которым мы занимаемся, возможно, он просто не наш. Может быть, наш рост — это вот лежать на соломке и расти над собой. Если это так, если этот рост вам в жизни помогает и вас удовлетворяет, грубо говоря, делает счастливым, то давайте так. Смотрите. Спасибо. Смайлик. Благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...